привет вас как можно было ждать бунт пригожина окончательно уничтожил образ путина в глазах все умерло сообщества в том числе и китае я же вам говорил что теперь действительно в китае путин называет беззубый щенок добавляя слову трусливый зубы трусливый щенок володька путина то есть он уже упал дальше некуда обращаю внимание беззубый щенок эту цитату придумал товарищ си это не я просто повторюсь слова товарища си по отношению к беззубому щенку трусливому володьке путина да этот бунт показал что путина что не годится никакой власти не обладает и вот свежая реакция посол украины ой прошу прощения посол китая в украине поменял местами ничего страшного посол китая в украине сделал официальное заявление официально ну как вы наверно догадываете чтобы посол сделать официальное заявление он получил разрешение как минимум с цикком кпк послы просто так как бы не говорят уж точно тем более китайским сказал сказал что китайская страна считает справедливым закон целесообразным целью победы украины это освобождение украины от да он не называл их российскими фашистами спорить не буду он имел ввиду российских военнослужащих но я называю российский фашист ну чутка раз и когда он говорил освобождение мил сду по границе 1991 года это цитата посла китайской народной республики в украине то есть другим словам если раньше китай обтекаемо называл что он имел ввиду ну понимаете как помнить товарищ сегричном согласно устава он согласно задачу он так дальше но когда украинская страна говорит конкретнее то сейчас как вы поняли четко что итог войны победа украины может заключаться только в том случае когда российских ну хорошо военнослужащих не будет на территории украины по границам 1991 по этой причине вот эти все оккупации ты псевдореферендум этот беззубый трусливый щенок володька путин может мусорное ведро вырос китайская сторона официально официальный их не признать нужно еще раз говорю заявление посла но это как бы официальная часть есть еще немножко неофициально как вы догадываетесь были консультации между посольством китая и соответственно нашими видом ну действительно вот эта выходка предложена стимулировать ну что до этого ну конечно были консультации а после этого китайская сторона сам захотелось проявил им все теории хочу пообщаться очень хочется но опять же не хуже меня понимаете что эти инициативы не исходят просто с того что посол в киеве потому что мы позвонили с пекина дали указать понимать как эта машинка работает посол дал посол он исполняет указания даже не самостоятельно лично варить их бесед ну во-первых действительно обсудили события которые сейчас происходят зоне боевых действий поговорили о гуманитарной помощи китая не как же внешней торговли украины китая связи с этим событием зерной коридор тоже не прижимать так что все и самое главное формулу мира от зеленского если раньше вы знаете ну типа предложение товарища си а формула мира зеленского ну как-то не отбрасывали но и как бы а теперь они сами заинтересовались формуле мира от зеленского да понятно что китайская сторона любит улыбаться понятно что китайская сторона ужасно умеет говорить одно и так обтекаем по этой причине это не значит что уже они в общем-то отбросили идею товара счастье взяли формулу мира зеленского не спорю такого нет но что самое интересное они предложили проводить дальнейшие консультации для выработки общей платформы по поводу формулы зеленского ну и соответственно как вы поняли мерных инициатив товарищи но они же без не может быть ну как вы себе представляете китайская сторона вы знаете мы отбрасываем свои ну это ж нереально понятно что они говорят мы же предложили инициативы а сейчас они сами предложили давайте выработаем общую причем как вы поняли вот это заявление по поводу границ 91 года это лягло в основу то есть что это означает это означает что официальная позиция китая что война может быть закончится или ну вы может быть какие-то мирные переговоры между украиной россии может быть какое-то завершение войны только на условиях восстановления границы 1991 года между российской федерацией украины как вы сами понимаете крым на других условиях нереально так действительно это победа ну в данном случае не пункт однозначно по той просто причине для украинской стороны очень важна здесь позиция китая четкая позиция обтекаемая позиция типа ну давайте дружить это это все плюс ко всем вы знаете что китайская сторона постоянно говорит садитесь за стол переговоров и там когда просто ну хорошо мы сядем о чем говорит ну вот плюс ко всему вы сами не хуже меня понимаете самое опасное в этом деле это если перенести вот эту войну типа вот спорной территории нет никакой спорной территории уже не существует стоит границы 91 год если раньше можно было там обвинить китайскую страну что они четко не говорят типа лавируй может сейчас это действительно сработал он прыгнул поймите правильно китай очень любит меняемых руководителей но вы же не хуже меня понимаете что китайская разведка донесла что путин бежал с москвы спрятаться в бункере плюс ко всему донесла что кремле даже ближайшее окружение не знал где находится пытались его найти связать все это китайская разведка знает помоляю не же вы думаете что но если это не знает глубинный народ или там думает то ребята родные мои посольство китая россия работает успешно и конечно непроисходно плюс ко всему они происходно видели и происходно наблюдали движение вахтар уж будьте уверены все это не наблюдали и вот эти все заявления путина нет это было так придумано ну пристань это можно для этих лохов рассказывать для товарищей с цк кпк они же происходно понимаешь данном случае все что было это показалось что власть путина мизерная ничтожная что он не может командовать и силовыми структурами армии не фсб не может это происходит плюс ко всему вот эти разговоры а вот там возле москвы мы что-то собрали умоляю вас китайская страна происходно все знала и видел что вы собрали чего не собрали плюс ко всему я думаю не в курсе и бесед пригожина и башен кремля и торгов все эти секретные разговоры что там секрет каждый хочет продать и предать россии только то что там на сегодняшний момент когда руководство то я видел что в россии нету нормально лидера нету того который может но не уже в общем-то четко заняли позицию украины что российские войска должны покинуть территории украины и соответственно после этого уничтожить путинской россии по-другому ну что ж уже хорошо теперь надо заручиться военной поддержкой китайской народной армии пока вы хотели и вместе начать наступление вы знаете что наш начальник разведки нес карта там где дальний восток написано китай эту карту я так понимаю послу подарили не случайно подарок смотри да хорошая идея а если мы начнем украинская армия там это все это неплохо все это неплохо да надо подумать уверен они задумались и после этого как шарахнуть по дальнем востоку своей китайской провинции они же не будут пометить китайская народная армия на российской федерации нападать не будет она просто зайдет на территорию бывшей территории российской федерации которая сейчас называется китайская провинция раша она заходит на территорию китайской провинции какие какие могут быть претензии это же территория китая пути же все же дал на коленях ползал перед товарищем все ну свою провинцию то войска власти мог так что жители россии учите китайский пока не поздно я вас предупредил а